Сегодня с вами поговорим о культурных растениях. Среди цветковых растений есть не только дикорастущие, но и культурные растения. Эти растения возделываются человеком и используются им для различных моб. В процессе своего развития человечество перешло от собирательства и охоты к современным формам скотоводства и земледелия. Число культурных растений на сегодняшний день превышает 2500 видов. Зерновые культуры используются человеком очень давно. Выращивание пшеницы началось в 7 тысячелетии до нашей эры. Многие культурные растения произошли от дикорастущих. Например, однозернянка, двузернянка, которые являются предками пшеницы. С 9 по 4 тысячелетия до нашей эры в Египте и на Ближнем Востоке был оккультурен тьмень. Рожь, как сорная трава, 5000 лет назад распространилась со своей родины, Кавказ, Афганистан, Туркменистан, в Северную и Центральную Европу, где была оккультурена. Дикие формы овса, известные уже в 5 тысячелетии до нашей эры на Ближнем Востоке, Распространились вместе с дикой пшеницей и ячменем в Центральную Европу. В Бронзовом веке началась селекция овса. Исходная форма овса посевного является широко распространенной и в настоящее время овес дикорастущей. Биологически зерновые культуры относятся к злакам. Злаки имеют полый цилиндрический стебель и узкие листья с параллельным желкованием. Мелкие цветки объединяются в простые соцветия колоски. Эти колоски образуют сложное соцветие. Если колоски сидят непосредственно на главной оси, то это соцветие колос. Если колоски сидят на боковых веточках главной оси, то они образуют соцветие метелку. Все злаки опыляются ветром. Плод злаков – зерновка. В зерновке накапливаются органические питательные вещества – крахмал и белок. Злаки – основа повседневного питания человека и домашних животных. Культурным растениям относятся также различные овощные растения, которые отличаются высоким содержанием витаминов и минеральных веществ. Они являются важным элементом питания человека. К овощным культурам относят корнеплоды – брюква, дайкон, морковь, свекла, редис, репа, петрушка, сельдерей и листовые – петрушка, укроп, кинза, руколошпинат и т.д. К овощным культурам относят и луковичные – лук, чеснок. Одной из важнейших культур является картофель. Его родина – Южная Америка, где он был введен в культуру около 14 тысяч лет назад. Далее он был завезен моряками в Европу и поначалу выращивался как декоративное растение. В картофельных клубнях накапливается крахмал, минеральные вещества, белок и витамин С. Картофель – полезный и необходимый продукт питания. Для поддержания здоровья человеку необходимо употреблять пищу, фрукты и ягоды. В нашей стране часто встречаются такие плодово-ягодные растения, как груша, яблоня, вишня, слива, алыча, черешня, абрикос, крыжовник, малина, ежевика, смородина, земляника, черноплодная рябина. Плоды этих растений очень вкусные, содержат витамины, минеральные вещества и сахара. С середины 19 века началось выращивание сахарной свеклы, основной сахароносной культуры. Свекла – двухлетнее культурное растение. Первый год у нее формируется корнеплод, в котором накапливаются питательные вещества, прежде всего сахара. А цветки и плоды образуются на второй год. Осенью первого года корнеплоды убирают и отправляют на сахарный завод. Там их моют и измельчают. Из измельченной массы отжимают сок, из которого с помощью фильтрования, испарения и очистки получают сахар. Сахар используется для производства кондитерских и хлебоболочных изделий, шоколада и конфет, соков и вин, мармелада и консервированных фруктов. Важную роль в питании человека играют растительные масла, которые получают выжимкой из семян масличных растений – подсолнечника, сои, рапса. К культурным растениям относятся также предельные, такие как лен-долгунец. Из него получают льняное волокно. Кормовые культуры используют на корм скоту. Это такие кормовые культуры, как люцерна, клевер, люпин. Декоративные культурные растения украшают ландшафт. К ним относятся двудольные – сирень, тюбушник, георгины. Среди декоративных культур есть и однодольные. К примеру, ирисы, гладиолусы, лилии. Давайте повторим материал, ответив на вопросы и выполнив некоторые задания. Подведем итог. Многие виды цветковых растений оккультурены и выращиваются человеком. Важнейшие из культурных растений – это зерновые, овощные, кладово-ягодные, сахароносные, масличные, кормовые, предельные и декоративные. Культурные растения играют важную роль в жизни человека. Для более полного усвоения данного материала рекомендую вам изучить параграф 42 учебного пособия биологии для 7 класса. Я же с вами на этом прощаюсь. До свидания.